Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. В эту ночь на небе зажглась Вифлеемская звезда. Более 4 миллионов белорусов встретили Рождество Христово. Самое главное – добра, мира, спокойствия, благодати в семье. Как это было? Ночная сирена. В Бобруйске на пожаре спасли мужчину. Только приоткрыли, а там вот такая дымовая задеса вся. В каком состоянии пострадавший? Марафон добрых дел. Директор строительной фирмы подключился к благотворительной акции. Я хочу, чтобы наши дети росли в счастливых семьях, чтобы они жили в водостатке, чтобы у них все было. Что подарил предприниматель социальному приюту? А также уголовные дела, новые электростанции и необдуманный маневр. На Лунниково и 50 лет ВЛКСМ не разъехались и на марке «Кто прав, кто виноват». Православный мир отметил Рождество Христово, событие, из которого начался отчет новой эры. В храмах Бобруйска состоялись торжественные богослужения. Праздничный концерт с участием почетных гостей прошел и во Дворце искусств. О рождении любви Ольга Васенда. Тот самый день, когда морозный воздух, кажется, наполнен теплой радостью, светом, что ярче солнца и почти осязаемым добром. Сложно представить, но легко почувствовать в Никольском кафедральном соборе, в сочельник многолюдном, под куполом храма общие молитвы и одни на всех надежды, чтобы родные и близкие не болели. Рождественскую литургию возглавляет епископ Бобруйский и Быховский Серафим. И взрослые, и дети стоят рядом, ставят свечи и говорят друг другу простые, но самые важные слова. Сердца в эти минуты наполняются состраданием и любовью. Самый светлый праздник. Родился Иисус Христос. Это наша жизнь, это любовь, это доброта, это надежда, вера. Самое дорогое. Светлый праздник для всех людей. Все люди желают всем добра, счастья, здоровья, благополучия. Рождество – это рождение новой жизни и мира, и добра, и тепла, и благополучия. И всего, я не знаю, самого светлого на этой земле. Вечно зеленые ели – символ бессмертия. Подарки, словно дары волхвов. Белые цветы и ризы священнослужителей, как олицетворение божественного света и чистоты. И, конечно, вертеп. Он изображает одну из главных библейских сцен рождения младенца Иисуса. Рождество Христово собирает почетных гостей и во Дворце искусств. Здесь презентуют выставку-экспозицию библиотеки Ефросиньи Полоцкой, посвященную святой покровительнице Беларуси. От воспитанников воскресных школ председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко получает в подарок белого ангела, как символ защиты и веры в Бога. Добра, счастья, всего самого хорошего всем жителям Могилевской области, всем жителям Республики Беларусь. Самое главное – добра, мира, спокойствия, благодати в семьях. Праздник объединяет 140 воспитанников воскресных школ. Разделить радость торжества мальчиков и девочек приглашает епископ Бобруйский Быховский Серафим. От епархии каждый ребенок получает сладкий подарок. Тут же поздравляют победителей конкурса «Красота Божьего мира». Хотелось бы пожелать всем быть ближе к Богу, источнику любви, источнику надежды, быть более терпеливыми, мудрыми. Праздник Рождества Христова – это, конечно, лучшее событие, лучший момент, чтобы помнить об этом. На главной сцене города – музыкальный спектакль «Платочек святой Ефросинии». Здесь переплетаются события XII века и современности. Постановка написана по житию преподобной, которая, будучи княжеской дочерью, молодой и красивой, отказалась от мирских благ и стала монахиней. Мюзикл включает два сюжета, основанных на реальных событиях нашего времени. Еще одним подарком для горожан становится выступление заслуженного артиста Беларуси. Рождество отмечает Руслана Лехно, он предпочитает встречать в кругу близких и семьи. Поэтому выйти на родную сцену в эти праздничные дни – для него особая радость. Певец исполняет две песни, одну вместе с дочерью Варварой. Всем любви желаю, всем желаю хорошего настроения, оптимизма. Слушайте своих близких, слушайте свое сердце. Помните о том, откуда ты родом, о ценностях, заложенных в семье, традициях семьи. Ну и самое главное – верить в Богу. Рождество Христово – событие, благодаря которому мы распахиваем двери не только своих домов, но и сердец. Впереди еще череда торжеств, которые продлятся вплоть до крещения Господня. К слову, в 2022-м отмечается 1030-летие православия на белорусских землях. Ольга Высенда, Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Снес знак и въехал светофор. На перекрестке 50 лет в ЛКСМ и Лыньково столкнулись иномарки. Авария произошла в четверг около шести вечера. Ауди, которая ехала со стороны Минска, врезалась прямо в Митсубиси. От удара японца отбросила на тротуар. К счастью, никто из пешеходов не пострадал. В результате ДТП пассажиру и водителю автомобиля Митсубиси были причинены телесные повреждения. Пассажир и водитель были осмотрены и отпущены домой. В госпитализации не нуждались. По факту ДТП проводится проверка. В Беларуси за эти выходные произошло 10 ДТП, в которых 4 человека погибли, 9 получили травмы. Причиной значительной части аварии стал гололед. Госавтоинспекция призывает водителей учитывать погодные условия и избегать резких маневров. Табачные последствия. Еще одна непотушенная сигарета стала вероятной причиной пожара в Абруйске. В доме на Пушкино пострадал мужчина. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Обо всем по порядку. Карина Гуревич. Пушкино 181. На часах 23.20. Жильцы в панике. Пожар. Горит квартира на первом этаже. У некоторых газовые баллоны. Люди переживают. Хоть бы не рвануло. Я приехал домой. Лег спать в это время. Услышал, что был треск. Я открываю во втором спальне своего дома окно. И тут у меня звонок. И сосед. С четвертой квартиры. Говорит, горит первый этаж. Вторая квартира. Наталья Кравцова эту ночь запомнит надолго. Женщина спокойно занималась своими делами. Однако ее смутило поведение собаки. Та выбежала на веранду и стала тревожно лаять. Плюс к этому моменту уже чувствовался едкий запах гари. Слышу крик это самое. Выходить. Выходить. И когда на маленький кордорчик. А вот этот вот, как вы заходили, да? Только приоткрыли. А там вот такая дымовая забезовь вся. Мы вообще в таком шоке. Тут как-то, понимаете, тут выскочила вся улица. Это самое. Не то, что это самое. У нас, ну поверьте, нас трясло это самое. Просто напросто. Скорая приехала одна, вторая. Погорельцу вместе с женой повезло. Они выбрались на улицу самостоятельно. Но в огненной квартире, как сообщили спасателям соседи, остался мужчина. Дядя хозяина. Сотрудники МЧС бросились в самое пекло. Это то самое окно, из которого спасатели эвакуировали пострадавшего на свежий воздух. Мужчину передали медикам. Под снегом до сих пор лежат куски обгоревшей мебели из квартиры. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Ожоги 30% тела. Предположительная причина ЧП – непотушенная сигарета. Как уверяют соседи, жильцы квартиры злоупотребляют спиртными напитками. МЧС напоминает, что курение в постели – это самая распространенная причина гибели людей на пожарах. Мы призываем беречь себя, беречь свое имущество, жилье. И в случае чего незамедлительно звонить в МЧС по телефону 101 и 112. Этот пожар в Бобруйске – третий с начала года. За первые дни 2022-го в стране зафиксировано 148 возгораний. Уже погибли 29 белорусов. Помните, соблюдение простых правил безопасности может спасти самое дорогое – человеческую жизнь. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Атомная энергия, служебная халатность и зимний прогноз – эта неделя обещает белорусам солнечную и морозную погоду. Насколько опустится столбик термометра. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Граждане Беларуси продолжают обращаться в посольство, чтобы покинуть Казахстан. При этом, по словам дипломатов, информации о том, что наши были задержаны, либо пострадали во время произошедших событий в стране, не поступало. Для скорейшей помощи круглосуточно поддерживается связь с Белавием. Ближайшие рейсы запланированы на 12 января. В Казахстане объявлен общенациональный траур. Уголовные дела по статьям «Служебная халатность и нарушение проектов строительно-монтажных работ» возбуждены после обрушения моста в столице. Создана следственная группа, которая проводит допросы должностных лиц организаций, которые осуществляют содержание, техническое обследование и обслуживание путепровода на Немеге. Планируется назначение экспертиз. Россия и Беларусь ведут переговоры о возможном строительстве новой атомной электростанции. К слову, для возведения Белорусской АЭС был выбран российский проект. После ее запуска на полную мощность станция сможет производить около 18,5 миллиардов киловатт-часов в год. Это позволит обеспечить электроэнергией 40% потребности республики. Ближайшие длинные выходные ждут белорусов уже в марте. Так отдыхать придется сразу четыре дня – 5, 6, 7 и 8 числа. В понедельник необходимо будет отработать в субботу 12. Следующие изменения ожидаются на Радуницу и рабочие – 30 апреля, 1, 2 и 3 мая, а также с 7 по 9. Далее дополнительный уикенд будет осенью – с 5 по 7 ноября. Эта рабочая неделя обещает белорусам солнечную и морозную погоду. Во вторник и среду ночью – до минус 24 градусов. Днем синоптики прогнозируют от 5 до 15 ниже нуля и без осадков. На дорогах местами гололедится. Будет также туман, изморозь и кратковременный снег. Шанс для активных и перспективных. В городе прошло первое заседание нового молодежного парламента при Бобруйском совете депутатов. На повестке дня – выборы председателя. Со своими предложениями выступили семь кандидатов. Большинство голосов набрал 16-летний Максим Цет. Учащийся девятой школы изучает французский и историю Беларуси на повышенном уровне. На заседании десятиклассник озвучил свои идеи на перспективу. Это профориентация молодых людей. То есть какие-либо мероприятия направлены на то, чтобы они начали понимать, чего они хотят и что они хотят. Мероприятия направлены на реализацию амбиций и потребностей креативной молодежи. То есть всевозможные конкурсы, пусть будут даже на то рисунков, кинороликов и просто что угодно, что просто могло бы приблизить молодежь к городу. Работа молодежного парламента очень важна. Почему? Потому что в этом случае, общаясь непосредственно с членами молодежного парламента, мы не просто знаем о проблемах молодежной среды, но мы знаем, как их решать. Молодежь непосредственно нам подсказывает, что на сегодняшнем заседании было очевидно, что профориентация, здоровый образ жизни – это те вопросы и проблемы, которые для молодежи очень важны. Уже во время следующей встречи молодые люди обсудят изменения и дополнения в проект обновленной Конституции. К слову, в парламенте сейчас состоит 65 человек. Чтобы поверить в добро, надо начать его делать. Предприниматель из Бобруйска присоединился к акции «Наши дети». Александр Богданович отправился в городской социальный приют. Сюда активист привез сладости, канцелярские товары и подарочный сертификат на 5000 рублей. Щедрый жест благотворитель совершил в день своего рождения. Ему исполнилось 30. Ввиду своей деятельности мне приходится очень часто сталкиваться с людьми, у которых есть проблемы в жизни. Я не хочу, чтобы эти проблемы переносились на наших детей. Я хочу, чтобы наши дети росли в счастливых семьях, чтобы они жили в достатке, чтобы у них все было. Воспитанники приюта в свою очередь поздравили предпринимателя с юбилеем и подарили ему открытку, сделанную своими руками. К слову, сейчас в учреждении проживают 30 мальчиков и девочек. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!